Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале ТУВА-24. В студии Александр Тур и сегодня в выпуске. Православные верующие отметили крещение Господне. В ТУВЕ всесторонняя помощь оказывается семьей мобилизованных воинов. В текущем году по региональной квоте для ТУВЫ выделили более 280 путевок во всероссийские международные детские центры. На базе 12-й школы Кызыла среди девятиклассников прошел открытый урок цифры. 19 января этого года газета Тыванына на Яктары отмечает солидный юбилей – 90 лет со дня основания. Издание было создано в этот день в 1933 году. Одна из старейших газет ТУВЫ начинала печататься под названием «Реванэшины». В 1935 году называлась «Арвэшины». Современное название Тыванына на Яктары появилось в 1945 году. Свой вклад в развитие издания внесли такие классики тувинской литературы, как Олег Сувакпит, Кызыла и Ник Кудажи и другие. За годы существования коллектив издания был награжден сотнями грамот и благодарственными письмами. За 90 лет печатное издание перешло из черно-белого формата в цветной. Выпустило тысячи материалов не только молодежи республики. Газета Тыванына на Яктары долгие годы выходила на тувинском языке в черно-белом варианте. В 2021 году газета переформатировалась в формат А4 и с тех пор выпускается в таком молодежном, красивом, цветном варианте. Православные отмечают крещение Господне. Считается, что вода в крещенскую ночь становится святой. Поэтому традиционно в преддверии праздника люди окунаются в водоемы. Активно в этом участвуют и козылчане. Наш корреспондент Инок Лоян расскажет, много ли желающих окунуться в прорубь было поздней ночью. Уже ближе к полуночи десятки людей устремились к купели, которая была заранее подготовлена по всем стандартам в районе Вавиленского затона. Крещенские купания – хоть и необязательный ритуал по церковным правилам, но уже давняя и любимая для многих традиция. Здесь же были организованы пункты обогрева. Хотя те, кто выходил из ледяной воды, бодро говорили, что вовсе не чувствуют холода. Расскажите, пожалуйста, как у вас ощущения? Напомним, что крещение православные отмечают 19 января. Этот праздник установлен в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Купания идут полным ходом. Перед этим завершился обряд освящения воды в купели в память о том, как сам Спаситель принял крещение. Во-первых, мы празднуем крещение Господне. То событие, которое произошло больше двух тысяч лет назад, когда воплотившийся Бог, Иисус Христос, пришел на проповедь. Иоанн Креститель на Ордане проповедовал, готовил людей к покаянию. Иоанн Креститель всем людям возвещал – покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Многие верующие в канун священной даты тоже окунаются в открытые водоемы. Считается, что в этот день вода святая, хотя и холодная. На месте дежурят спасатели, медицинский персонал. К счастью, их помощь никому не понадобилась. А вот в необорудованных местах купаться не стоит, предупреждают сотрудники МЧС. Заранее инспекторами центра ГИМС обследовано данное место для организации купели. Толщина льда здесь составляет 90 сантиметров. Глубина дна – 1 метр 60 сантиметров. Течения отсутствует. В целях организации безопасности людей в местах купания всего привлечено 64 человек личного состава и 14 единиц техники. Многие считают, что крещенская вода обладает целебными свойствами и смывает грехи. Так это или нет – неизвестно. Но, по крайней мере, усталость и плохое настроение смывают точно. Для большинства из тех, кто пришел искупаться, это своеобразный обряд обновления, когда можно зарядиться положительной энергией на целый год вперед. Напомним, что крещенские купания в стране не проводились два года из-за пить ситуации. Но сегодня жители республики снова окунутся в прорубь. И сотрудники телеканала ТУВА-24 этому не исключение. Вода очень холодная, но зато пробужает дух. Супруга мобилизованного военнослужащего обратилась в региональное отделение Общероссийского народного фронта за помощью в приобретении дров на зиму. На просьбу откликнулись и члены волонтерского клуба «Мы вместе», которые помогли в заготовке. Тему продолжит Арасат. Роза Серебренникова сегодня справляется со всеми домашними делами. Сама главный помощник и опора задействован в специальной военной операции. Мужа призвали к мобилизации в октябре прошлого года. Когда мне было очень тяжело, я обратилась как раз, как мне сказали, в народный фронт. И я оттуда получила очень большую поддержку. Могли с мной поговорить. Мне было очень тяжело, так как я осталась вообще одна. Я могла в любую минуту позвонить. И когда даже было мне очень плохо, я им звонила, ко мне люди обращались, все тоже меня поддерживали. И на работе тоже. Я вообще осталась не просто одна, осталась без всей поддержки. Вот уже 26 лет Роза Серебреновна трудится в Тувинском строительном техникуме. Я преподавала по профессии своей повар-кондитер. Технологию рисования, потом лепку, охрану труда. Вот все именно по своей профессии. В России, как и в Туве, продолжается акция «Мы вместе», в рамках которой нуждающимся гражданам оказывают всестороннюю помощь. Мы всем миром помогаем нашим в борьбе с фашизмом. А помните, ведь Великое Отечество, ну то же самое, вся страна откликнулась на то, что помогает нашим бойцам. Мы же объезжаем, вот спрашиваем, не только мы волонтеры же, спрашиваем, у какой семьи, что в данный момент, какие потребности. Вот она стала, у него нету дров. Ну и я решил вот купить за свой счет им дрова. А вот волонтеры, они сейчас помогают нам. Волонтеры клуба «Мы вместе» никогда не оставляют без помощи тех, кто в этом нуждается, особенно сейчас, в столь непростое время. А самое главное, каждый волонтер и активист участвует в благом и благотворительном деле по зову сердца. Сегодня они не только помогли разгрузить дрова, но и разложили уголь по мешкам. Мы помогаем ветеранам, инвалидам и участникам, родственникам, участникам спецоперяции. Наша помощь заключается в том, чтобы помочь пережить эту зиму. Можно помогать всегда. Никогда не скажешь, когда ты столкнешься сам с этим. Волонтеры клуба «Мы вместе» ежедневно готовы оказывать адресную помощь и поддержку, в особенности семьям и родственникам военнослужащих, которые задействованы специальной военной операцией. Если вам необходима помощь, то можете позвонить по телефону горячей линии 2-17-44. Айра Сабу, Амангуш, Азамат О'Чур, телеканал ТУВА-24. Все больше школьников ТУИ знакомятся со всероссийским общеобразовательным проектом в сфере информационных технологий «Урок цифры». На базе 12-й школы Кызылы среди девятиклассников прошел открытый урок по этой теме. Наступила та эра технологий, о которых так пытливо писали фантасты прошлого века. Операционная система, у которых повышается производительность автоматически. Нейросеть, которой обучается сама, искусственный интеллект, выполняемый творческие функции. Все это – конечный продукт информационных технологий. Проект «Урок цифры» дает детям изучить и понять изначальную концепцию информационных технологий, таким образом заинтересовать детей. Проект «Урок цифры» реализуется в поддержку федерального проекта кадров цифровой экономики, национальной программы «Цифровая экономика». Основной целью является ранняя профориентация детей. Для школьников это возможность получить в перспективе знания от ведущих технологических компаний «Яндекса», «Лабораторий Касперского», «Фирмы 1С», «Госкорпорации», «Росатом» и «ВКонтакте», а также Академии искусственного интеллекта для школьников благотворительного фонда «Сбера» «Вклад в будущее». Урок «Цифры» проводится традиционно каждый год. За окончание урока дают сертификаты. Это очень полезно и многого у нас учат. Очевидно то, что чем раньше школьник начнет углубленно изучать тот или иной предмет, тем легче ему определиться с будущей профессией. И в этом направлении проект «Урок «Цифры»» дает возможность будущим выпускникам заинтересоваться информационными технологиями. РС Мангуш, Чайхан Дангак, Азамат Ачур, телеканал ТУВА24. В текущем году по региональной квоте для ТУВЫ выделили более 280 путевок во всероссийские международные детские центры. Ежегодно более 250 детей республики получают право посетить данные учреждения. Какие условия конкурса нужно выполнить, чтобы отправить ребенка в лагерь, расскажет Инна Клоян. Федеральный детский центр ежегодно принимает по 20 тысяч одаренных и талантливых детей в детские лагеря. Министерством образования ТУВЫ каждый год выделяется по 250 путевок, а в этом году почти 300. Путевки в первую очередь предоставляются победителям и призерам соревнований, олимпиад, конкурсов, фестивалей в области культуры, искусства, науки, спорта, лидерам общественных движений регионального, муниципального, межрегионального, всероссийского, международного уровней. Из них ВДЦ «Океан» 154 путевок, в Международный детский центр 70 путевок, во Всероссийский детский центр «Орленок» 31 путевок и во Всероссийский детский центр «Смена» 28. Чтобы ребенок смог попасть во Всероссийский детский центр «Орленок», «Океан» и в другие лагеря, родителям необходимо обратиться в районное городское управление образования по месту жительства и предоставить следующие документы. Заявление на имя министра образования Тувы, характеристику из школы с печатью директора, справку из школы, копию паспорта или свидетельство о рождении, копии грамот, дипломов и сертификатов за последние три года, которые ребенок получал, участвуя в различных конкурсах и олимпиадах. С 2017 года Международный детский центр «Артек» ввел новую систему распределения путевок. Это автоматизированная информационная система путевка, где каждый ребенок может подать заявку и таким образом получить путевку на желаемую смену. В системе ребенок должен зарегистрироваться, создать свой личный кабинет, добавить профиль, загрузить достижения за последние три года и уже подается заявка. Оценить шансы каждого ребенка будет специальная компьютерная программа. Система оценит достижения претендента, подсчитает баллы и его рейтинг заявки. Напомним, что расходы за дорогу оплачивают сами родители. По всем интересующим вопросам можно обратиться по адресу. Город Кызыл, улица Московская, 44. Инна Клаян, Шалман Магуш, Самдан Эргит, телеканал Тува-24. Прокуратура Кызыл направила в суд уголовное дело в отношении бывшего воспитателя за причинение телесных повреждений двухлетнему ребенку социального учреждения. Напомним, в декабре 2022 года бывшая воспитательница социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних применила жестокие способы воспитания, под предлогом навести дисциплину и порядок, увела малыша в туалетную комнату и нанесла ему побои. Прокуратура города Кызыл утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 49-летней местной жительницы. Она обвиняет в совершении преступления, посмотрев на статью 156 ГК России, то есть неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Уголовное дело направлено в Казырский городской суд для рассмотрения по существу. В завершении указанного деяния уголовного закона посмотрев наиболее строгое наказание и решение свободного срока три года. В региональное отделение Общероссийского народного фронта обратились жильцы многоквартирных домов на улице Владимир Жоги. Причина – отсутствие контейнеров. Собственникам приходится складировать бытовый мусор прямо возле подъездов. На совместный рейд выехала и наша съемочная группа. Жители многоквартирных домов по улице Владимир Жоги поделились с этим видео в одной из официальных групп Общероссийского народного фронта в социальной сети. Собственники жаловались на отсутствие площадок для контейнеров. Управляющая компания, которая здесь находится, она говорит, что застройщик не подоказал им даже проектно-сметную документацию на то, что где должны стоять вот эти вот контейнерные площадки, не передал им. И сами площадки застройщик не установил, не сделал. Хотя в проекте застройщик обязан поставить вот эти контейнерные площадки. Горы мусора, которые были, застройщик вывез, но эти горы мусора все равно появляются, потому что жильцам некуда скидывать мусор. Как рассказывает специалист управляющая компания «Жилой квартал», у жильцов есть и другие вопросы. Обращался жилец, что именно в его квартире не закреплены смеситель в ванной комнате, и как бы вентиляционная система не работает. После обследования выявилась, вентиляционная система работает, функционирует в штатном режиме, а действительно закреплений не было. И вот эти вот нарушения сразу передали застройщикам, что устранили. По мусору изначально застройщики сами выносили, убирали. Мы по настоящее время, пока техническую докумендацию еще не приняли, не получили, обслуживаем по временному договору. В свою очередь региональный оператор, ГУП «Транспортный сервис» и проект готов заключить договор на вывоз твердых коммунальных отходов. Для этого нужно, чтобы управляющая компания нам подала заявку. За обустройство, создание и содержание контейнерных площадок отвечают органы муниципальных образований Республики Туа. У нас ответственность несут управляющие компании, товарищи собственников жилья и иные потребительские кооперативы. Региональный оператор готов заключить договор. Управляющая компания не может заключить договор с региональным оператором, потому что у них сейчас временный договор. И нет возможности заключить договор, потому что нет площадки. То есть весь вопрос, основной вопрос к застройщику. Почему до сих пор, хотя дома сданы, не оборудованы площадки? И еще вопрос к мэрии. Как мэрия приняла вот эти два дома без контейнерных площадок для сбора мусора? Два новых многоквартирных дома по улице Владимира Жоги были сданы в декабре прошлого года. Временно на управление передали организации ООО «Жилой квартал». И на основании этого договора управляющие компании должны обслуживать данные дома. В настоящее время, конечно, тут вопрос возникло тем, что в соответствии с проектной сметой документации здесь должна быть присмотрена отдельная контейнерная площадка. Но, тем не менее, все равно пляж компании не должны предъявлять этот вопрос по заключению договора с оригинальным оператором. В соответствии с правилами обращения с отходами, там же есть такие понятия, что без контейнера глупо мусора. Тоже есть. Можно таким образом заключить договор. Среди собственников есть и те, кто еще занимается косметическим ремонтом. А некоторые уже обжили квартиру и действительно не знают, куда выбрасывать свой мусор. Мы переехали в конце декабря прошлого года. Мой муж получил квартиру как сирота. У нас есть дети, и поэтому нам очень удобно без контейнеров. Я заметила, что жильцы оставляют свой мусор около подъезда. Строительство и проведение необходимых работ остальных домов еще продолжается. Ситуация, возможно, поменяется, когда достроят все дома. Будет ли так, покажет только время. Айра Асад, Биамагуш, Азамат О'Чур, телеканал Тува-24. 16 января медиахолдинг Тува-Медиагрупп в социальной сети ВКонтакте провел розыгрыш призов по акции «Подпишись на газету «Тувинской правды» или «Шин» и прими участие в розыгрыше», в ходе которого подписчики газет смогли выиграть ценные призы. В прямом эфире разыграли более 32 призов. Сертификаты со скидками в 40% на программу «От всей души» 30% на приобретение сувенирной продукции. Термопод, чайники, микроволновую печь и большой смарт-ТВ. Плендер две штуки, электрочайник, мультиварка, терпопод, микроволновка. Сертификат на музыкальную передачу «От всей души» со скидкой 40%. Участниками розыгрыша стали 156 человек со всех кожунов республики. Условия участия в розыгрыше были самыми простыми. Нужно было просто оформить подписку на одну из республиканских газет «Тувы», «Шин» и «Литувинская правда». Победители выбирали по генератору случайных чисел. Сегодня получат призы 32 человека. Ну, просим запустить. Нажимаем без повторов. Нажимаем сортировать результаты по порядку. Сгенерировать. Так, ну и это у нас призы. Так, один из самых главных призов «Смарт-ТВ» диагональю в 101 см достался Светлане Доржу, жительнице Козылского района, поселка Кахе. Приз вручили в студии телеканала «Тува-24». Светлана Николаевна, подписавшись на газету «Тувинская правда», вы сделали все верно. Во-первых, у вас будет всегда свежая газета и интересная информация. Ну, во-вторых, вы стали победителем и выиграли сразу два приза. Ну, во-первых, сертификат на музыкальное поздравление от программы «От всей души» на телеканале «Тува-24» со скидкой 40%. Поздравляем. И наш главный приз – телевизор. Он выпал именно вам. Светлана Доржу – библиотекар. С книгами дружит с малых лет. Профессию свою любит. А вот новости республики узнает из газеты «Тувинская правда». Выписал «Тувинскую правду». Уже выписываю ее много лет. Мне нравится эта газета тем, что у нее оперативная информация. И кроме новостей можно узнать много чего интересного. Победители могут забрать свои призы по адресу город Кызыл, улица Красноармейская, дом 100, 3 этаж, 309 кабинет. Телефон для справок 8 394 22 339 45 218 10, а также по номеру 8 923 267 07 49. На случай, если забрать не получается, возможно доставка по районам Тувы. Это были все новости к данному часу. Я с вами прощаюсь. Берегите себя.